Пару слов о себе. Начиная со школы, занимаюсь продюсерским бизнесом, будучи старшеклассником, занимался изготовлением, продажей фотографий музыкальных групп. Как сейчас понимаю, это был мой первый продюсерский опыт. Если вы когда-либо покупали лицензионные компакт-диски, музыка, видео, кино, игры, скорее всего, это были мои диски. Я много лет занимался производством компакт-дисков. Сейчас мой бизнес, я продюсирую такие бренды, возможно, кто-то из вас их знает. Это Гопчинская, такой интернет-персонаж Гусь, и звезды Оля Полякова, Олег Винник и кулинарный эксперт номер один Евгений Клопотенко. Плюс я пять лет возглавлял государственную студию анимации «Украинемый фильм». Ретро-бренды «Казаки» и «Капитан Рунгель» точно так же сейчас находятся в моем управлении. Скажите, ну и еще я управляю иностранными брендами в Украине, возможно, вы их знаете. Бэйблейд – запрос номер один прошлого года в Украине, купить Бэйблейд. Ну, Маша и Медведь, украинный мовный канал «Маша ТВ Дмит», номер один в украинском Ютьюбе, семь миллионов подписчиков, несколько миллиардов просмотров. AR – это новый вид контента. Дополненная реальность – на то она и реальность, на то она и дополненная, чтобы добавлять обычную нашу жизнь. И если раньше, чтобы увидеть контент, нужно было вставить кассету или диск в привод или в видеомагнитофон, то сегодня этим контентом выступает дополненная реальность, и вместо видеомагнитофона выступает гаджет, в котором нужно запустить приложение, и тогда дополненная реальность оживет. Скажите, пожалуйста, кто-либо из вас имеет в смартфоне какое-либо предложение с дополненной реальностью, любое? Отлично, отлично. Я хочу сказать, что Запорожье – это колыбель украинской дополненной реальности. Чуть позже расскажу, почему. Интертеймент или индустрия развлечений – базовая индустрия, которая, как обычно, традиционно применяет любые новшества, которые могут улучшить качество шоу. И дополненная реальность – не первая из технологий, которую берет именно интертеймент себе на вооружение. В 2016 году произошел бум дополненной реальности. Хотя сама по себе технология появилась давно, в начале нулевых, именно в 2016 году вышло приложение Pokemon Go. Это очень важный момент. Я познакомился с дополненной реальностью тоже в 2016 году. Я был в командировке в Японии и в Токио. И вот однажды вечером, идя по вечернему Токио с коллегой, мы увидели толпу бежащих японцев. И мы испугались, думали, что нас, белых людей, сейчас будут бить, в смысле европейцев. Но оказалось, что мы попали в место возле какого-то популярного Pokemon Spot. Это были ловцы покемонов. Причем меня поразило, что там были даже дедушки порядка 60 лет. В тот же момент я понял, что у этой технологии большое будущее. Раз люди настолько любого возраста вовлекаются. И в этот момент принял решение, что буду что-то делать с дополненной реальностью. Я воочию увидел, как работает этот новый вид контента. Возможно, кто-то из вас бегал по запорожью с покемоном, потому что это был вау-эффект в 2016 году. Есть, кроме дополненной реальности, еще такое понятие, ну, она должна быть уместна. Чтобы она была реально дополненной, а не налепленной, нужно понимать, что она должна быть частью вашего продукта. И многие корпорации, такие как Лего, вписывают дополненную реальность именно в ситуацию потребления и дают добавочную ценность. Потому что сама по себе технология не делает продаж. Очень важно, чтобы это было составляющей частью продукта. Точно так же, как и Кея, она упрощает выбор мебели и обстановки вашего дома. Вот те индустрии, в которых дополненная реальность может давать дополнительную ценность, дополнительные продажи. Если вы ведете в бизнес в одной из этих индустрий, обратите внимание, это может быть вашим конкурентным преимуществом, потому что контент очень важен. Сегодня люди живут микромоментами. Самое ценное, что у нас есть время, и люди хотят в это время получить наибольшее количество удовольствия. Конечно, есть часть покупателей, которые ищут самое дешевое. Но вот уже несколько кварталов подряд, даже в Украине, рост ВВП, рост розничного товара, оборота, и люди не хотят самое дешевое. Люди хотят самое лучшее, но по справедливой цене. И дополненная реальность является тем контентом, который может улучшить вашу услугу или вашу продукцию. Про кейсы, которые сделала наша компания с дополненной реальностью. Ровно два года назад в Запорожье мы вместе с нашим партнером компанией ЭТБ запустили пилотный запуск книги с дополненной реальностью «Алиса в стране чудес». Возможно, здесь есть жители Запорожья, и, возможно, вы участвовали в этой акции, и, возможно, у вас дома есть такая книга. За два года мы продали 1 миллион 240 тысяч этих книг «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркале», «Алиса в стране чудес». Это рекорд Украины. Это рекорд Украины. Мы получили несколько свидетельств о рекордах, хотя, как вы знаете, книга – это падающая индустрия, это полностью аналоговый товар и, в принципе, точно не дефицитная. Средний тираж детской книги в Украине – 2-3-5 тысяч максимум. Дополненная реальность стала тем фактором и тем катализатором, который заставил старую, обычную, классическую индустрию пересмотреть способ потребления. Мы сделали приложение, которое можно скачать бесплатно для того, чтобы было минимальное трение и запустили акцию в АТБ. Запорожье было выбрано пилотным городом. Я приезжал в сентябре 2017 года. Мы общались с продавцами, с кассирами АТБ, просили их установить приложение и даже 2 года назад у многих продавцов АТБ хотя я понимаю, что это не самая высокооплачиваемая должность. Были смартфоны. Они пользовались этим приложением и могли поделиться своим опытом с покупателями, с клиентами. Так как эксперимент прошел удачно, мы потом распространили эту акцию на всю сеть АТБ. И в декабре 2017 года случился дефицит. Буквально за 10 дней мы продали первый тираж 206 тысячи книг и возмущению покупателей, которые не могли купить, не было пределов. Мы открыли вместе с АТБ горячую линию и приняли заявок почти на еще 100 тысяч книжек. После этого весной следующего года провели акцию с книгой Алиса в Зазеркалье. Мы получили несколько тысяч благодарственных отзывов. Многие... Да, книга на украинском языке. Нам писали, что многие впервые в жизни читали книгу на украинском. Нам писали, что благодаря этой книге большое спасибо дети начали читать. В чем смысл дополненной реальности? Вы читаете главу и сразу оживляете. Вы видите этих героев и вы визуально переживаете ощущение попадания в этой сказке. Это действительно важный опыт. Это показывает о том, что когда эта технология АЭР является частью продукта, это дает взрывоопасный рост продаж. Да, это количество книг и очень высокая конверсия по загрузкам. Практически 80% покупателей смогли разобраться и скачать приложение и пользоваться им. И еще немаловажно, что статистически в нашем приложении в среднем люди проводят 8,5 минут, что является очень высоким показателем для бесплатных приложений. В прошлом году с корпорацией Новая Почта мы делали продукт Вау-Бокс. Новая Почта приняла решение вступить в гонку корпораций, которые дают впечатление. и мы вместе с ними разработали такие наборы. Они очень похожи на посылку. Это по размерам стандартная килограммовая посылка Новой Почты. Мы сделали туда набор книжка, раскраска, магический браслет, пять предметов, которые оживают. Новая Почта в принципе провела первую в своей истории эксперимент по продаже каких-либо товаров. Вы знаете, Новая Почта продает только услуги. Несколько десятков тысяч людей пришли и под Новый год в прошлом году стали обладателями этого набора. То же самое. Мы улучшили технологию, улучшили контент. У нас персонажи заговорили, запели. Там появился режим диалога. И это говорит о том, что людям очень нравится эта история, которая дает им возможность проводить время с детьми. Книги с дополненной реальностью создали новую ситуацию поведения, новый вид семейного досуга, когда вы можете не забирать у ребенка гаджет, не фиксировать время, сколько он провел время с планшетом или со смартфоном, а вместе взять книгу и почитать, и посмотреть вместе с ними мультики и поиграть в компьютерные игры, которые оживают прямо со страниц книги. Я думаю, что с точки зрения обучения детей чтению это очень важный навык, потому что очень важно приучать детей к чтению. Дети сейчас в очень раннем возрасте учатся пользоваться планшетами и их сложно удивить таким не очень интересным предметом, как бумажная книга. И именно дополненная реальность меняет ситуацию потребления и буквально влюбляет детей в чтение. Мы сделали 6 выпусков. В принципе, если у вас дома есть книжная полка и есть дети, я рекомендую, чтобы там поселились книги с дополненной реальностью. Звук можно? Ладно. Ну и еще пример, как корпорации могут увеличивать продажи. Корпорация Биосфера салфетки Смайл Дополненная реальность История Алиса в стране чудес иллюстрации Копчинской Эта упаковка получила приз на конкурсе упаковок, но самое важное, что мы помогли сделать продажи 3 миллиона упаковок. Я на самом деле не знаю, зачем вам оживлять салфетку. Это большой бэби-пак используется для вытирания попы маленьким детям. Я не знаю, зачем детям в этот момент показывать мультики, но тем не менее этот продукт продался очень хорошо и дополненная реальность сыграла свою роль. Еще хочу рассказать историю про коробку конфет. Наш партнер компания Любимов. ролик не запускается. Я хочу сказать, что это самый первый продукт, который мы сделали с дополненной реальностью. В канун дня влюбленных коробка конфет с дополненной реальностью покупаете коробку конфет, оживает сама упаковка, плюс там лежала открыточка, вылетали ангелочки по мотивам творчества Гопчинской и там был такой танец, поздравление изнес Святого Валентина. В принципе эта история тоже помогла продажам. Из нашего опыта, что дает дополненная реальность предметно для вашего бизнеса? Ну самое важное, номер один это увеличение продаж. Это точка отличия от ваших конкурентов. Это новая современная аудитория. Люди, у которых есть дети, деньги и гаджеты, это есть ваша аудитория. Главное делать хороший контент. Если раньше были диски с мультиками, диски с кино, то теперь это товары с мультиками. Дополненная реальность превращает в контентный товар любой продукт, который может дать что-то дополнительное. Давайте создавать ВАУ продукты. Если нужна консультация по дополненной реальности, по контенту, я до вечера в Запорожье с удовольствием отвечу на любые вопросы. Большое спасибо за внимание. Аплодисменты. Эдуарда Грамович, Эдуарда, у меня есть такие вопросы вы сказали, что сейчас Запорожье самое самое место в Украине. Но вы масштабируете свой бизнес на другую. Какое место вы видите наступное был первый пилотный запуск нашей книги блокбастера с дополненной реальностью. Просто из Запорожья эта вся история распространилась на всю Украину. Так исторически сложилось, что был выбран Запорожье. Дополненная реальность, как и любая технология, это бизнес не городской, а национальный или международный. Контент границ не имеет, хотя дополненной реальностью может пользоваться любой городской бизнес, типа кафе, аптеки, спортклубы для привлечения внимания. В дополненной реальности хорошо работают программы лояльности для привлечения трафика. Ну а трафик хорошо конвертируется в продажи. И это хорошо для вашего бизнеса. Для бизнеса это правда. Я вам скажу, что, если не говорите про бизнес, мне очень понравится то, что вы показали Alice Adventures in Wonderland. Я лично подруги, точно сына своей подруги подарила книгу и потом додаток показала на телефоне. Это столько захоплений, столько захвата, что ты понимаешь, насколько это приносит задоволение, первое все детям. Я хочу сказать, что взрослые тоже много времени проводят с детьми, рассматривая мультики, рассматривая ролики в дополненной реальности. и это дает общие семейные впечатления, а семейные впечатления это самая большая ценность в наше время, когда люди максимально каждый сам по себе. большое вам дякую. Эдуарда Храмович, еще раз ваши аплодисменты.